Добрый вечер усим, нам тут собранным. Добрый вечер усим, кто будет улучшаться до нашей трансляции. Мы собрались сегодня на игрании в Майдангу. Как выжить в ведре с крабами, если ты краб, в этом мероприятии отбывается на межах в три дня шутить расизма, дискриминации и навести. И у циевана мы тут организация культуры констата. На этом открытие улучшаются разные инши организации и проводятся мероприемства своей и чужие. Их еще можно будет наведать на протяжении культуры, там и улучшается все колитикалы. Сегодня мы будем разговаривать про разные дискриминационные, острые и неверные питания. И работать для этого мы будем разом с нас, с второй организацией культуры констата. И из Миланы-Ревинской за проектами КАЛТ. И я так само буду красиво помогать. Мое имя Нико Беран. Каким у нас планом? Мы спочатку послухаем, какие думки на гэпиконт Майя-Милана. После насто. После я поделюсь колькими франскринами, массовой прессы, что и где отбывалось. Как мы просто к рэпу яшже залезли в наши белорусские реалии. А после мы сможем подэскусовать, задать свои питания, пробовать нечто. И когда у кого стих, то будет глядеть нашу трансляцию, так само будет в питании. Да как ли ласка, да салати. Ну все, добрый шеф. Есть вопрос насчет языка. Все ли присутствующие в аудитории пусть снимают белорусский. И если их вдруг нет, то есть возможность перейти, находим другой язык. Если вдруг, да, попадаем, есть, там, условно, например, белорусский, да, то... А есть кто-то, кто... Да, есть, точно есть. Поэтому мы переходим плавненько, аккуратненько на русский. Спасибо. Несколько я русский. Всех можно фотографировать, если я захочу сделать фотографии для организаторов. Несколько я русский. Что-то все пока гладко. Причем. Привет, Слова. Нет, спасибо. Задумка этого предприятия у нас у нас в прошлом году. Но в прошлом году и в нашей неделе мы уже не в нашем регионе. Я не смогу это сделать. Трансляцию не слышно. Я постараюсь. Задумка у меня родилась, когда я перечитывала книгу Франкла, которая называется «Сказать жизнь и да», или «Психолог в концлагере». Первый раз я читала эту книгу, когда искала... Знаете, свидетельство о том, где была похоронена первая жена моего деда, которая была убедена во время заблокации немецкого встречка. И на тот момент мне казалось идеологически важным прочитать эту книгу, скорее, исходя из теории антимитизма. И она стала такой, я думаю, из моих настольных книг. Я на участок не возвращаюсь. И вот в прошлом году, когда я снова перечитывала ее, я пришла к такому странному убеждению, что я вижу в том, что он пишет не только жизненную историю, но и принцип того, как социальная группа, которая подвергается системной дискриминации, выживая, вырабатывает здоровые и нездоровые стратегии для выживания. И мне кажется, что я могу экстраполировать, перенести то, что он пишет на очень многие опыты дискриминации, а не только тот, который был связан непосредственно с Великой Отечественной войной. Ну и я хочу поделиться с вами такой стратой, которая там, прям в начальных страницах, которая для меня описывает всю вот эту ситуацию. Франкл описывает... Франкл это психотерапевт, он... основатель коммунистической психологии, и он во время Второй Верой войны был заключенным Аушенса, и выжил, прошел его, и выносил там тезисы своей книги, которую он записал после. И в самом начале своей книги он описывает ситуацию, когда заключенных Аушенса формируют в эшелон, который пойдет в газовые камеры, хотя им говорят, что эшелон пойдет в другой лагерь. И как внутри, в лагере начинается борьба всех против всех, и это не борьба двухсторонных, типа заключенных и надзирателей, а борьба заключенных между собой. Цитата звучит так. Каждый отчаянно бился за то, чтобы не попасть в эшелон, а уберечь от него своих близких любыми способами. Каждому было абсолютно ясно, что если он на этот раз спасется, то на его месте в эшелон должен будет оказаться кто-то другой. Мне показалось, что это хорошая иллюстрация того, как вообще происходит взаимодействие внутри социальной группы, которая предлагается системному прессу, и дискриминации. И несмотря на то, что в этой книге все-таки речь идет о такой радикальной форме дискриминации, как геноцид, актуально для всех форм дискриминации то, что по сути, при любой системной дискриминации безопасность и выживание для людей внутри этой социальной группы будут считаться ограниченным ресурсом, которого не хватит на всех, и за который вам придется бороться между собой. Не только бороться с системой, но и делить этот ресурс между собой. И тогда можно применять любые способы, поскольку это вопрос выживания, ну и любые способы хорошие и легитимные для того, чтобы получить себе иммунитет, получить там себе гарантию выживания. По сути, в этом случае люди, которые находятся внутри такой уязвимой социальной группы, подвергаются одновременно прессингу со стороны системы, которая их дискриминирует на разных уровнях, и изнутри подвергаются давлению и агрессии со стороны людей, которые точно так же агрессивно борются за вот этот ресурс и хотят не попасть в эшелон. Из этого, мне кажется, что в таких группах формируются две основные стратегии для выживания, и первая из них связана с солидарностью, мне кажется, что это очень успешная стратегия, потому что все известные кейсы, когда люди поролят за свои права и победили, они как раз рассказывают нам о том, что это была история солидарности, когда люди вместе осознали свою проблему, не как частную, а как коллективную, и таким образом они смогли отстоять свое право на нет. но, к сожалению, эта стратегия очень редкая и сложная, потому что есть вторая стратегия внутри социальной группы, которая подвергается системной дискриминации, на мой взгляд, очень легко начать мимикрировать под систему, которая тебя угнетает, начать притворяться, что ты можешь так же обладать вот этой силой системы, если будешь действовать ее методами против таких же людей, как ты, против тех людей, на которых эта дискриминация направлена, и тогда тебя этот топор не тронет, все от тебя пронесет, ну, как бы заберут кого-то другого, потому что есть в твоей группе хорошие те, которые похожи на всех, и есть плохие, против которых это все можно применить. В такой ситуации, как в концлагере, который описывает Франко, это такие конкретные примеры команды из заключенных, которые формировали из людей группы, которые направлены в печи, и снимали из них одежду, складывали, все это дело рядом, и забрасывали трубы, например, на газовые карты. Для меня лично, когда-то было очень значим, попасть в Ваушвиц, и увидеть этот комплекс своими глазами, и, наверное, больше всего меня поразили не в бараке, а модель лагеря, в которой отражается, как циркулировали люди, мертвые жили между собой, и, ну, я больше всего была одевременна, когда увидела там комнату, в которой зонтер-команда должна была складывать мертвых людей в печь, для того, чтобы потом выгребствовать за лук, и, ну, на подпечке рядом тебе рассказывают о том, что эти люди после прихода следующего оказывались сами на этом месте, ну, то есть, на самом деле, получалось, что система не работает, но, тем не менее, всегда вызывался кто-то, кто будет это делать, ну, вот, типа, такие формы, ну, сейчас там про осуждение, наверное, про то, что в такой системе все равно всегда кажется, что есть шанс, если ты будешь что-то делать, то ты не попадешь в свою речь, но мне кажется, что это также работает в других случаях, когда мы видим речь не о такой радикальной форме дискриминации, как геноцид, например, в экономической, ну, при экономической, при правовой дискриминации люди из вивной группы начинают рационализировать дискриминацию с позиции силы, с позиции группы, у которой есть власть, например, объяснять, что дискриминация бывает за что-то, и не было бы ни за что, они бил бы, и всякое такое, они как бы сепарируются от интересов своей группы, ну, могут там называть себя, например, на другой группе, и могут публично чтобы поступать в поддержку угнетения той страны, в которой находится в нашем поле очень много таких примеров в ЛГБТ активизме, в гендерном активизме вообще шире но я думаю, мы чуть позже о них поговорим, когда века присоединится к нам интересно, что если человек на секунду поверит, что безопасность права это действительно ограниченный ресурс поверит в то, что ему говорит эта система угнетения то зачастую он начинает использовать такую логику, которую в процессе подготовки у себя в команды специально-этическая логика это такой популярный аргумент о том, что если я утвергаюсь дискриминацией то я думаю, у меня уже есть... ну я там соскучался от того, чтобы производить дискриминацию я могу вообще там утворить что угодно проявлять власть по отношению к другим группам или к своей группе используя все эти механизмы угнетения но при этом поняли, что если меня уже увлекают то это просто невозможно, чтобы я кого-то не отдал поэтому все это легально ну и к сожалению, такие штуки в нашем поле по крайней мере реформируют очень много, например, трансфобий в трансактивизме или мемофобий в гей-среде или иеросифов среди иммигрантов и риторика очень агрессивная она похожа на такую ультраправую риторику и ты всегда удивляешься, что это говорит кто-то из той группы, с которой тебе должен быть знаковый политический интерес и к чему я это привожу, заканчиваю нам кажется, что заставлять угнетенную группу и людей воевать друг с другом и воевать друг против друга это такая опция системы угнетения но которая направлена только на то, чтобы мы не получали солидарность не объединялись, не осознавали свои интересы политические отсутствие солидарности гарантирует в системе то, что угнетаемые группы которые никогда не наберут достаточного ресурса для того, чтобы дать опор, сказать нет и система будет продолжать регулярно дарить каждому индивиду внутри ультеной группы надежду на то, что если он откажется от политических интересов и собственной группы и не будет ни с кем секондаризироваться то с ним не произойдет ничего плохого и это превращается в такой миф о справедливом мире когда если ты не будешь делать то, за что наказывают таких как ты то с тобой типа все будет в порядке но к сожалению все исторические примеры показывают, что это не работает и система конституционного лагеря работает по кругу но это очень живой стереотип который очень осложняет нам солидарность и я надеюсь, что мы сегодня сможем увидеть как так происходит и как с этим можно бороться потому что у меня есть какие-то какие-то способы но это сильно фрустрирует когда ты видишь такое внутри своего поля все равно я хочу начну с того, что тема достаточно сложная и при нее очень тяжело выдавать какие-то достаточно тезисы я вчера вечера села и подумала, про что можно поговорить и очень, конечно, в тему, наверное, вспоминать и Франкова и систему констагерей и, например, меня лично всегда очень впечатляло в этой теме это книга Ханна Арын про банальное зло и тут для нее можно обрады вещи говорить всегда вспоминаю, с одной стороны, что она описывает про то, что вообще решение, кто поедет в констагеря принимали демрады которые были чаще всего в запаченных государствах и в лаборационистских правительствах и сами решали, кто все-таки должен туда поедать это меня всегда впечатляло понятно, что все обслуживание тоже внутри констагеря производили они же и история с Ханна Арын в том, что ее, например, очень часто обменяли в ценофобии в том, что она сама не любит свой же народ и тут очень тяжело иногда это распределить это действительно ненависть, это какой-то автор расизма или это просто другая позиция то есть тут, наверное, иногда стоит более внимательно все-таки посмотреть, что это в самом деле и кто все-таки, кого все-таки столкнуть с лбами и в чьих это интересно потому что очень часто мы такие сцены набираем более эмоционально и какие-то расхождения внутри своего сообщества очень распространены в отдельных группах и очень часто, чем больше внимания внешнего и давления внешнего тем больше, наверное, этих споров и проблем внутри сообщества про это, наверное, можно очень долго разговаривать и там всегда тоже ненависимые вещи когда в Европе даже на всяких нацинистических маршах очень много людей, которые там, не знаю, пять лет приехали в их страны живут и они там сами громче все кричат кто на них против мигрантов, да? и это всегда мне аналогично непонятно но то, что я сегодня хотела бы озвучить про, может быть, там, свой личный опыт и скорее про даже роль НБО в Беларуси по этой теме и вообще там все, что происходит с таких моментов начать, что все-таки с темы дискриминации, да? что все-таки это тема про какие-то вещи дискриминации дискриминация – это тоже достаточно сложное понятие потому, что с одной стороны я воспоминую дискриминацию с правозащитной позицией, да? то есть как в странности правозащитной прав человека и есть определенные нормы, которые дописывают какие прав человека, да? 意味 difficileу не есть и понятно, что когда они урушаются пусть мода не урушается по определенному дискриминационному основанию то есть такой нудный политический подход но права человека – это всегда при взаимодействии человека �ividа и государств И понятно, когда мы говорим про дискриминацию, нельзя только на этом уровне оставаться. Это всегда надо опускаться на уровень общества и на уровень отдельного индивиду. Поэтому, если мы говорим про тему дискриминации, мы всегда почему-то автоматически рисуемся два треугольника, которые очень сильно друг на друга нападутся. Один треугольник – это про индивида, про общество и про государство. Потому что все-таки индивиду у меня важнее всего. Что вот дискриминация, она вот тут. И второй круг, который, наверное, может пересекаться скорее в такую сторону, где будет этот треугольник Картман. Я хотела рассказать, наверное, знаете, когда мы все будем жертвы, когда будем беседовать и спасать. И уникальность этих треугольников в том, что они соединяются с одной стороны, а с другой стороны они соединяются каким-то кругом в моем себе представлении. И мы, когда говорим про дискриминацию, мы можем сами ходить по кругу и, наверное, взять вот эту иллюстрацию. Я хочу такой пример, что каждый из нас является представителем какого-то большинства. То есть насколько мы это осмыслим, создаем, не создаем, но это факт. То есть есть какие-то критерии, по которым мы в обществе будем большинством. Это всегда касается каждого каждого из нас, то есть вопрос там рефлекс. И понятно, что по этому критерию нас могут дискриминировать. Например, я обычно в жизни пользуюсь языком, отношусь к религиозному меньшинству и вообще такую же права человека. Еще у меня, например, собака. И в любом из этих критериев периодически меня дискриминирует. То есть мне достается. И так, либо иначе. А в то же время, если я покопаюсь в себе, то, наверное... Ну, то есть это, в основном, меня за что-то дискриминирует. А с другой стороны, есть какие-то группы людей, которые мне самые очень не нравятся. То есть, например, я абсолютно не перевариваю людей, которые курят с переходом. Вот просто не могу их приносить. Людей, которые в метро заходят раньше, чем уходят другие. Либо еще какие-то люди по каким-то критериям. Которые, в принципе, мне очень настолько не нравятся, что я даже могу иногда стать в позицию преследователя. То есть я могу иногда накличать, потолкать, может быть, еще что-то эмоциональное сделать, когда в правду я могу себя контролировать. То есть это позиция уже преследователя. А вообще, то есть я по жизни очень много занимаюсь каким-то условным спасением. То есть правозащитная деятельность, она очень близко, спасательская. И накладывает определенную профессиональную деформацию. То есть я могу по этому треугольничку сама прогуляться. А если мы говорим про второй треугольник, про индивиды общества и государства, то мне очень близка концепция human integrity социальных философов Денила Горецкого и Андрея Юрова, который говорит, что на каждом из нас есть внутренний фашист. То есть это часть нашего биологического механизма, от него избавиться невозможно. То есть это как раз про то, насколько мы не воспринимаем, насколько нам нравится, нам даже агрессию проявляем к определенным категориям людей, к определенным группам людей. И это наша часть, которая есть. То есть ее очень важно признавать. Наверное, важно с ней как-то работать. То есть осмысливать, уменьшать, если захотите обличивать, контролировать. То есть делать что-то с ней. То есть признавать хотя бы, что у нас это есть. Потому что какими бы нам добрыми, толерантными не хотелось бы быть, все равно это, к сожалению, присутствует просто потому, что это наша такая биологическая бюджета. Так вот, то есть на индивидуальном уровне это есть. Если мы переходим... То есть это, наверное, в первую очередь про какую-то годовую Россию. Про то, что мы заговорили на кухне, про то, что мы можем шутить, про то, что мы можем про кого-то называться, и вот этот уровень присутствия. А потом этот вот такой расистый, по какой-то момент, он вдруг переходит на общество. И там, как пример, регистрация из того, что может быть в Беларуси, можно начинать посмотреть доклады журналистов за фолерантность в отношении таких групп в Беларуси. В Беларуси чаще всего происходит... То есть есть язык в Беларуси, в Беларуси, в Беларуси. И можем сразу быть группы, в которых больше всего внимания и условия есть в Беларуси. Это уже какой-то про общественный уровень. Общественное осознание формирует СМИ, про что мы обычно говорим, и кто там реально может попадать в какие-то виды дискриминации на уровне общества. Ну, и такой самый, наверное, серьезный и самый проблематичный уровень дискриминации, когда он приходит на уровень государства. Когда государство целенаправленно кого-то дискриминирует. Если говорить про наши реальности, то, например, в голову приходят те спецрейды, или, может обратить внимание, если на улице медицинеры проверяют у кого-то документы, то, скорее всего, это люди внешности РОМа. То есть это те, в какой-то регулярные разнарядки сходят, надо их проверить, еще что-то сделать. Или, например, то, что в Беларуси существует большой список запрещенных профессий для женщин, это тоже как бы прямая дискриминация со стороны государства. Или, например, что в Беларуси инсплантировали сайт РНЕ, русское национальное учительство, который прямо разводит не фашистские идеи в современном. То есть получается, что на всех уровнях эта дискриминация, то есть надо осмысливать и понимать. И вот я раньше думала, окей, мы выпадаем по дискриминации на разных уровнях. Например, на годовом уровне, на общественном, на государственном. И мне казалось, что люди, которые попадаются, становятся жертвами дискриминации, с ним что-то происходит через их личный опыт, наверное, им потом немножко проще сатаризироваться, что-то с этим делать, то есть как-то влиять на что-то. Но опыт мне показывает две вещи. То есть, с одной стороны, я понимаю, что эти люди такие же, как и все остальные. То есть они тоже привержены общим законам психологии. У них тоже есть внутренняя фашистика, они тоже могут кого-то не любить. То есть это абсолютно нормальное действие. То есть надо это понимать. И вторая вещь, очень часто люди, которые сами становятся жертвами дискриминации, они становятся еще более агрессивными. То есть с ними что-то произошло неприятное. И очень часто это входит в агрессию. И вместо вот этого механизма солдаризации проще просто кого-то не любить, кого-то делать крайним и еще больше ослабляться. Причем это может быть своя же группа автора силы. И в этом случае, мне кажется, это про очень глубинные психологические процессы, когда ты не признаешь часть себя какую-то. И ты транслируешь это, делаешь крайними, спускаешь свою агрессию на люди из этой же группы. То есть просто любая другая группа, которая тебе кажется, что все виноват и кто. Это очень удобная конструкция, которой в принципе любят пользоваться. И пользуются уже много лет. То есть нас может удивлять, что внутри самообщества происходит какой-то авторасизм или индивняя дискриминация. Но с моего опыта мне кажется, что проблема очень много сидит именно в психологическом уровне. То есть на уровне социотерапии какой-то. Многие вещи сейчас делают городский НГО. Например, то, чем занимаются инфаутом, то, чем занимаются любые организации, которые работают с темой дискриминации, либо с темой резвеной группы, либо одинными важными сценами вопросами, они просто объясняют. Они просто снимают, может быть, у вас стереотипы, припишают людей, которые не всегда воспринимают типы, какой-то категории, либо социальный групп. То есть понятно, что вот эта социотерапия, она немножко помогает снять вот эту агрессию. То есть, хотя непонятно иногда. Людей не любят, когда с ними знакомые, или когда с ними знакомые тоже не любят. Но, во всяком случае, что-то хотя бы проясняется. Мне кажется, что это очень важная работа, может быть прямо как задавки. Понимать, что вот наша миссия, это социотерапия, это что-то объяснять, что-то нести, и снимать какой-то класс стереотипов работы с дискриминацией, поднимать эти вопросы и призывать, в том числе, сентализоваться. И говорить, что, ребята, вот есть вариант, вот есть выход, можем быть на поле следарными, и, например, вы можете узнать, прийти сделать то, прийти сделать это, присоединиться к тем или к этим. Но второй уровень, который, мне кажется, более проблемный, про то, что, в принципе, в белорусском обществе очень низкий уровень психологической культуры. То есть, у нас никто не учат, не в семьях, не в школах, не в университетах. Вообще, сам архексик, как работать с агрессией, вообще, как работать с ними мод. Это очень большая проблема. И, например, психологические какие-то тренинги специальные, или психотерапия, они недостаточно модны у нас. То есть, мало кто вообще имеет доступ, потому что они дорогие. Либо, если она есть, то очень для отдельных групп, то есть, например, есть для ОКПТ, а для других жертв дискриминации такой доступности. В принципе, нет. То есть, с этим, по-моему, есть большая проблема. То есть, мне кажется, что если люди сталкиваются за дискриминацией, потом получают нормальную психологическую поддержку, то это бы немножко минимизировало этот градус агрессии, и немножко помогло бы перейти на более конструктивный уровень, как сказать, за свои проблемы. Я это очень остро чувствую, потому что всегда сами работают жертвами за дискриминацией. Вот к нам приходят люди с какой-то проблемой, и не ставили нижнюю джорсию на дискриминацию в любой ситуации. И понятно, что работа с ними очень выматывает, потому что ты через себя отпускаешь, это еще больше выбирания. И получается, что даже люди, например, при этом я задача быть немножко психологом. То есть, просто начинается в класс эмоций, кто-то конструктивный, ну ладно, стоит людей. То есть, это уже чуть-чуть другой вопрос. Понятно, что если бы была возможность работать совместно с юристом психологом в этой ситуации, это бы немножко спрещало заданки. Это про то, что, мне кажется, не хватает в нашем обществе, в нашем пространстве, потому что из этого восприятия других оно начинается очень часто с себя. И мне кажется, что если бы мы это осмыслили более руминно, то эта часть проблем может быть заснялась. Ну, это как тезис, это во временем дискуссии и посредине. Ну, еще, наверное, из примеров, которые меня заставили немножко задуматься именно про тему авторосизма, это для меня всегда тема феминизма, делается в обществе. И очень часто мы отстаиваем свои идеи равенства гендерного в обществе, и наибольшее сопротивление идет, когда страны, например, нет мужчин, очень часто, от самих женщин, которым нравится, то есть обычными, как говорили, такими, которые стерпится. И непонятно, насколько, если ты хочешь оставить чьи-то права, прессам, есть смысл за не вписываться что-то делать. То есть смысл смысл только за тех, кто действительно в очень важном положении, кто это понимает, кто хочет свои права все-таки оставить. и это вот пример авторосизма для меня, это абсолютно то, что я для себя еще не понимаю, насколько, как с этим работать, с этим в принципе можно делать. и это все, таки разных людей, но знаете, потом не захватила. Сперва убрала имя, думаю, оставит, потому что так же зашибись, иллюстрирует, а потом решила, наверное, что все равно не стоит, потому что, ну, с медиа я себя уверенно чувствую, это точно публичное усказывание, сто процентов, а с остальным еще вопрос. Значит, этот материал вышел на куку, он называется «Феминизм – это вредно», сексолог рассказал об основных ошибках белорусских женщин, он опубликован в 2015 году, изначально это все подается, как, ну, вот, круто, новая волна, появились сексологи-сексологини, которые там не только за советской школой закреплены были, и там есть новое знание, и все здорово зашелись, но потом зашелись, исчезает, потому что она говорит, например, такую фразу «Феминизм – это вредно», феминисток очень сильно вырастает уровень тестостерона, у всех женщин, которые выполняют мышечные функции, забывают о том, что в первую очередь они женщины, я знаю об этом не только из исследований, и по опыту клиента, сама через такое прошла. Ну и дальше она рассказывает, как занимала какие-то там управленческие позиции, тяжелый график и все такое, поэтому она имеет право так говорить, потому что это в том числе и личный опыт. А личный опыт, как мы все знаем, это же невероятно важно. Но это правда важно. Дальше материал вышел на «Беларусском The Village» «Дискриминация, легализация, совесть. Что думают об этом представители в гейт-институции Беларуси?» Материал 2017 года. Это подборка интервью нескольких парней, которые заняты в секс-бизнесе в Беларуси. И там есть, например, такая фраза, «Чтобы не было дискриминации, не стоит провоцировать общество, пусть каждый поймет по-своему слово «провокация». Речь идет про то, что гейт, и про то, что занят в секс-бизнесе, и там выбор это или не выбор каждого. И дальше они разговаривают про то, нужно ли легализировать или нет, или какие-то там шаги в эту сторону предпринимать. И большая часть героев этого материала говорят о том, что нет ни в коем случае, легализировать не стоит, это все только усугубит. И пускай все останется в таком виде, как есть, это, по крайней мере, какая-то для нас и для наших коллег безопасность. Следующие видео вышли на Турбайе. Перешли через ту дозволенного в Минске во время дней вечеринок появилась милиция. Довольно свежий кейс 2017 года, когда в нескольких минских клубах появились представители милиции или... В общем, кто-то появился, все проверяли документы, проверяли паспорта, переписывали данные и всякое такое прочее. И Турбай взял комментарий у одного из организаторов ВГТ-вечеринок, спросил его мнение о том, что он вообще про это думает. И организатор вечеринок говорит, что клубы могли бы спокойно работать, если бы не нагрусть и выпяченными организаторами ей тусовок. Сотрудники милиции внимательно отслеживают по страничке клубов в социальных сетях, видят, чем они зазывают публику и в курсе ночной жизни города. Здесь призыв о том, чтобы... Как это все даже объяснить человечество? Ну, в общем, подпольно это все нужно делать, в подвале, в фейсбуке не рекламировать, передавать из уст в уста, секретно очень, и все будет в порядке, и будет весело. Материал из имен, тоже довольно свежий. Сагайдаров Борис, Борис, как темнохожий гей из Жодина, добился уважения и стал счастливым. Ну, вот здесь у нас прям очевидный пример всяких перекрестных дискриминаций. Но потом мы читаем фразу «У нашего государства и у многих людей политика в отношении этого своя», в просьбе геев. «А молодежь этого не принимает, много бестолковых, они кучу фоток выкладывают в платье, после вечеринок идут по улице, вот зачем, но потанцевал в клубе, выходя переодеться. Беларусь – это Беларусь». И Борис действительно знает, о чем он говорит. Тоже материал скуку про календарь производителя ШИ, календарь дискриминирующих букв, но красивых женщин, написан в Соне Белоручкине, где она говорит, что анекдоты про логику и блондинок, сексистские шутки, действительно смешны, и женщина действительно слабее, она не может приподнять шкаф, у нее раз в месяц бывает ФМС, и она может психануть. Разве нужно стесняться быть собой? Говорят, ты вспомнишь о феминизме, если вдруг убьешь насильника, а общество начнет тебя порицать. И избежать этого можно, тут еще обвинение жертвы, если никогда не носить короткую юбку и не красить губы. То есть, стать феминисткой сегодня, но в этом лично для меня трусить. Говорят, Соня. И на завершение, простите, тут плохие слова есть разные. Этот принскрин материал, что-то там про ЛГБТ было опубликовано на страничке правозащитной организации «Весна» в Фейсбуке, и там прошли всякие разные обсуждения, и это мой любимый момент. Уже и в Беларусь лезет эта мерзость палками их гнать. И «Весна» спрашивает, откуда лезет или откуда гнать? Из Беларуси. Не знаю, мне кажется, это очень смешно. Это завершающий слайд вот этих моих примеров. И мы готовы что-нибудь обсудить? Что-то, если из сегодняшнего показалось вам несоответствующим вашей реальности, или вы бы хотели глубже проникнуть в тему? Или просто высказать мнение? Или просто высказать мнение? Ну, можно бы спросить. Про позитивные какие-нибудь примеры для практики? Может быть, вы бы что-нибудь вспомнили из своего? Ворачивайте, конечно. Первый раз. Про позитивные примеры у нас всегда проблемы. Потому что мы, конечно, все всегда запоминаем что-нибудь плохое. И запоминаем что-нибудь такое. Но я, например, могу приводить скорее примеры про беженцев или кого-то, с которым мы работаем в этой сфере. И это бывает, да? Это бывает не так часто, но бывает, что люди после того, как мне помогают им в процессе, они говорят, что давайте хотим что-то делать, давайте мы как-нибудь там включимся, или потом они уже начинают включаться, кого-то консультировать. Ну вот, а про такой солидарность, еще одну, правда, пропустим. Например, я сейчас по ходу вспомнила. Одна из моих любимых тем. Я немножко начинала про защитную деятельность с этого. И сейчас иногда занимаюсь темой армии. То есть все, что связано с призывами и стены вещами. И мне рассказали эту историю про то, как... Мне кажется, даже вот в Беларуси была организация, которая консультировала тоже по этим вопросам, потому что они стали менее активными. Но ребята стали добавляться в одну общую группу, обсуждали. То есть у кого-то там, вызывают люди без предела, там вот они просмотр проходят. Они начали консультировать друг друга. И у них прям такое сложилось сообщество, где-нибудь он подсказывался, начинал опыт, и там помогают. И правда снимают многие проблемы, и достаточно грамотно появятся рекомендации. То есть в этой части, в сообществе, при возникнении каких-то проблем, мне кажется, что это один, по крайней мере, такой сход, что я приходила с реализацией. Мне кажется, что это мероприятие. Я тоже хорошо признали. Очень солидарный практик. Немного не в той теме, в плане того, что это про разные социальные группы, которые решают общие задачи на самом деле. Ведь это общее в своих проблемах. Вместо того, чтобы отможевываться друг от друга и говорить, вот эти проблемы важны, а вот эти не важны. На самом деле, очень много активизма, работе не было, когда дискриминация начинает сравниваться между собой, типа вот это сейчас более актуально, а вот это сильнее дискриминирует, а вас там не очень. Ну и поэтому, мне кажется, что здорово, что мы ее организовали вместе. А я сейчас вспомнила про компанию «Пределопи», например. Время тоже, кажется, это какой-то пример, потому что там очень много людей, это инкримизация, это все, и сейчас включено. Но, к сожалению, это все с таких совсем плохих событий. Ну, либо там, опять же, мне близко, ситуация истории, когда происходит массовое содержание в Беларуси, чего-то, то понятно, что есть хорошие примеры, когда люди сюрпризуются, помогают друг к другу, там общей базовой, передачки носят, распространяют информацию. Это у нас, к сожалению, раз на котле точно происходит, но и это, наверное, пример, да, потому что у нас с кемнадцать с другими женщинами это тоже достаточно распространено. Я тоже сломала хороший пример. Там с колокола началось, но в хорошем видео шло. Я большая поклонница коллектива, который называется «Тема видос». Это всякие смешные лесбийские юмористические видео, и некоторые из их роликов были посвящены разным актуальным проблемам, где они рассказывали свое мнение по теме, и одна из них была про феминитивы, где они их очень густебывали всячески, изворачивались, издевались. И оно там немножко колет внутри, потому что я не феминитивно люблю, использую, и для себя понимаю, зачем это важно. Они их стебут, но, блин, они же при этом лесбийский коллектив, что тоже здорово. И я такая сижу, потом жду, 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 просто отложила эту ситуацию, а потом вижу, как одна из участниц этого коллектива делает у меня на странице пост о том, что, знаете, вот я, короче, в этом поварилась, и, кажется, я, ну, буду сейчас это все дело использовать. И это радостно. Они первоначально были из Гобеля, сейчас там разные ситуации, если кто не знает, очень хочу прорекламировать, тема видос. Они стебались, а потом приняли эту практику? Они стебались, стебались, и потом одна девушка, которая вовлечена в работу этого коллектива у себя на личной странице, спустя время написала о том, что, знаете, я тут вообще-то поразмышляла, и я, короче, буду их использовать, потому что я поняла, в чем прикол. И потом, кроме того, про любых, очень много таких, ну, небольших скетчей с очень, ну, такой хорошей политической повесткой о том, что бывать там между людей, бывать людей, которых можно назвать мусором, и все такое хаааа. Давайте больше любимый ролик про мусорные баки вообще. Если пока вы думаете на вопросы, я не уверена, что это хорошо. Я не знаю, что нужно держать такую паузу, чтобы все созрели. Меня там пугает пауза. И я хотела сказать, что, ну, так интересно, что, мне кажется, еще больше единственное, там, похоже на идеалистическое и мусористическое, потому что я в этом, в этой ситуации. Ну, я верю в, ну, то, что, ну, то, что, ну, то есть личный психологический фактор точно не имеет, но я всегда думаю, что, ну, типа, да, общественная ситуация, она, по-моему, даже в моей психологии такова. И что, ну, в такой общественной ситуации частым, где место, если бы правда много, ну, типа, остается, но, знаете, только выбор, без выбора, когда у меня нету, откуда взять ресурсы, чтобы научиться стабилизироваться, и у меня вот это все происходит, там, и прочее, там, и другие. Ну, наверное, конечно же, какое-то задание. Ну, да, но я тоже... Какое вам ожидается? Ну, я хочу сказать про то, что все настолько связано, что нельзя пересматривать это на данный уровень, а просто про эти вещи, которые мне, кажется, сейчас наиболее не хватает. Мне просто нравится то, что происходит в обзорах помощи, даже сейчас. А я надеюсь, что буду считать скотивацию, но не хватает какого-то, про индивидуального подхода. Ну, вот. Образумеваю. Это была ваша практика, Ну, в вашей практике, насколько люди есть, в своем группе, общаясь к вам как организационной инициативе за помощью консультаций, готовы потом сами что-то делать, а не прикладывать ответственность на вас, и не ждут, например, что вы в целом, как социализирующей организационной инициативе всем доверяйтесь заниматься, вы доложили, сообщили, и вы поддальше минули все, в какой-то, если вы спрашивали, что делать. Да. Мы будем начать про то, что у нас очень важно, конечно, обозначить и границы, за которые мы вообще работаем. То есть мы сразу говорим, то-то-то можем сделать, то-то не можем сделать, и все равно надо информированное согласие, что это, то есть там, это принцип, который мы работаем, это не наблюдить. Особенно если это связано с какими-то иными группами, то есть это очень долго обсчитается, насколько это может быть там бедно полезно, то есть человеку все варианты, которые собираются, обычно сами люди должны решить, что делать. Здесь очень четко важно проговорить, то есть люди часто ходят, делайте что хотите, а мы так, как в интернер не играем, давайте вместе играться, давайте вместе, что-то делать. То есть это такой контакт на конструкцию. Ну, мне кажется, что, ну, к сожалению, никакой инициативы для организации, ну, это явная возможность развести руками вообще любые люди. Но есть свечи, в которых точно наши возможности преимущества. Ну, и плюс, я думаю, что ну, вот как раз в чеках обсуждали это. Я рекомендую сюда то, что, ну, к сожалению, очень много в нашей жизни, честно, это присутствует тому, чтобы не принимать по себе эти ударные ответственности, передавать ей, ну, прям много чего-то. У нас так построено с этим образованием, насколько мы понимаем, что у нас есть национальная семья, чтобы у кого-либо не было личной ответственности, с тем, что у кого-либо не было а какая сияние социальности. Ну, по-своему, да? Угу. Ну, и это, наверное, такая неизбежная часть того, что любая вот этого его похожа на социальности. Потому что, в любом случае, приходится к этому, это здорово, когда человек получает, ну, когда все вокруг построено так, что у человека получается накопить свои собственные ресурсы, за это ответственность за дальнейшую жизнь для себя, и, например, даже что-то туда жить. Но вообще, ну, как бы моя, ну, там, такая нормальная личная оппозиция, я не буду там сейчас работать и говорить. Я думаю, что, ну, люди, на самом деле, имеют право не быть политически активными и не быть политически подкованными. Люди имеют право не выбирать активизм и просто проживать жизнь там в комфорте и спокойствии. Ну, мне просто всегда жаль, когда это право распространяется на право помешать, дискриминировать и так далее. Потому что для меня лично оно не связано с этим индивидуальным уровнем нашей, ну, просто типа чувства агрессии, и так далее. Ну, потому что одно дело, когда я, там, агрессивно, и безумно тебя, и совсем другое дело, когда я тебя дегуманизирую. Мне всегда жаль, что вот это право просто прожить свою жизнь там, ну, без политической повестки, оно, как бы, на самом деле распространяется на то, что ты имеешь право быть расистом, сексистом, глуповым и так далее. К сожалению, это так. Но при этом, мне кажется, часто переживаем, что есть какие-то диванные вороны, как вы говорите, когда люди сами ничего не делают, а при этом много негатива в теме, в комментариях начинается обрёскивать на тех, кто что-то делает, не боится там, выбирает другой путь, и там, конечно, боится на нас, и все, и все. Мне это вот как раз как раз вспоминает такие истории и часть вот этой категории где-то вот вот не было здесь открыто, но было на самом деле Продолжение следует... 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 Да, то есть это сложный и эстанатию. Да, эстанатию. Это очень сложные этические вопросы. То есть это сразу иначе сценарий у человека. Этим никто не сценарий был вообще. То есть это для нас важно. Хорошо бы что-то сделать. Но мы поняли, что все команды кидаются и сценарий, если мы готовы. Но какие-то отдельные вещи заполучить можно. Не знаю, насколько я ответил. Если мы хотим с вами поработать по теме, связанной с правильным человеком, с консервированными вызовами, то мы сначала узнаем о силах. Конечно, важно, зачем люди это делают. Бывает, что у нас формально могут описать какие-то вещи, которые дематически нам близкие, но непонятные нам долгосрочные перспективы. И мы правда отказаны. Просто потому, что мы понимаем, что те, где я готова это ставить. Я думал даже так. Практик пример. Но в целом, такой вопрос абсолютно открытый. Причем у нас очень много идей и желаний работать. Проблема исключительно в этой личной энергии и уровне. Не знаю, это не будет еще. Да, третье надо было. Прикекты. То есть, критекты в сотрудничество и уровне просто в синтезе. Приктивные или негативные, это все опыт. Все очень важно. Так что важно. У нас было очень важно опыт. У нас был даже, вы сказали, что были люди, которые сказали, что абсолютно близкие с одной секторой наши общие действия. Но сам процесс коммуникации совместной работы был такой, что в том числе сказали, что для себя жалко. Хотя тема была очень важная, очень хорошая, но сам процесс результат, насколько нам не понравился, что мы решили, что в следующий раз мы стоим. То есть бывает и такое. Но вы это приняли, там себя сформулировали и спокойно себя в этом чувствуете? Ну да, но поскольку у нас в конце мы принимаем решение на три команды, то нам очень важно, что мы все такие вопросы совместно обсуждаем. Мы всегда идем с каким-то за или против. И если люди сами в команду вызывают за то, что мы не видим проблем для этого, своречи, то мы обычно соглашаемся. Мы будем плавно завершать тогда? Не будем. Я просто все пропустила. Так интересно было мне. Да, вы тихо говорите, потому что ничего не слышно. Я просто вот слышала кусочек, да, последний. Это такой поток сознания, наверное, сейчас у меня будет. Во-первых, у меня как бы сразу отозвалось то, что, в принципе, ну как бы, тут говорили про мигрантов, я так понимаю, в основном ЛГБТ сегодня, да? Ну, мне кажется, что это вообще, в принципе, да, к любому какому-то сообществу типа дискрименевому относится. И, например, я там живо вспоминаю бесконечные просто дискуссии там в анарходвижении, да, там по поводу там применения насилия или неприменения насилия, да? И когда люди начинают там говорить, вот из-за вас мы тут будем сейчас все сидеть, да, это как бы очень, в принципе, распространено везде. И, на самом деле, это очень сильно используется, как бы, ну, структурами, да, которые, как бы, собственно, и провоцируют любые такие поступки. Потому что я помню в 2010 году, когда еще даже не было таких дискуссий, как в движении, когда посадили ребят за, там, какие-то поджоги, то мусора публиковали на Индимедии, пользуясь тем, что там можно спокойно открыто публиковать, чтобы, ну, от имени какого-то анонимного анархиста какое-то там мнение о том, что вот, поймите, что вот они, это не мы, а мы тут страдаем. То есть, ну, очень интересно, как это все было использовано. Вот. А второе, второе, то, что мне пришло в голову, это вот очень интересно то, что ты показывал вот эти цитаты. И это то, что меня, на самом деле, давно беспокоит, что, в принципе, любое, как бы, мы, даже мы, да, наверное, те люди, как бы, очень, люди, как бы, такое мозаичное мышление, да, что нам нужно понимать, ага, ты вот здесь, да, ты вот примерно вот такой, да, ты вот такой, ты сюда принадлежишь, к такой группе, к такой группе, да. И вот мне кажется, что журналисты, в частности, очень сильно, во-первых, создают вот такие группы, да, и они, в принципе, пользуясь тем, что они там какие-то популярные, например, там, Ту-2 или, не знаю, какие-то другие ресурсы, у них очень много возможностей создать вот такую группу, которая как будто бы там, либо там взять интервью у одного человека, да, и не взять, например, противоположное мнение человека, которого задержали там или избили, да, на той же вечеринке. Как бы, они вот это все, фактически они содействуют вот этой дискриминации, потому что человек, который выступает, для человека, который читает, будет, ага, это представитель за всех, он сейчас вот выступил прямо от имени всех. И вот мне кажется, что, и то же самое, там, феминистка, да, ну, как бы, никто не разбирается, какие там феминистки, где они, там, вот, тестостерон феминистка, ну, хватило. И мне просто кажется, что я с этим не первый раз сталкиваюсь сама, потому что журналистам обычно там нужно обязательно, да, к тебе какие-то репетиции подобрать. То есть просто там имя и фамилия твое вообще типа ничего не значат. Ты там обязательно должен иметь, там, не знаю, какой-то полвозраст, социальное положение, там, если ты там политический активист или какой-то, ты должен там себя куда-то записать, иначе твое мнение вообще ничего не значит. И вот в данном контексте я вот сегодня же ехала на это мероприятие и думала, о, прикольно, вот ребята организовывают, да. И это как бы так мелькает у меня, и там, о, там, human constant, там, workout, как будто бы такие вот, такие весомые вещи. А вот я подумала, а вот интересно, если бы это было, там, не знаю, там, никому неизвестная Настя, никому неизвестная Вика, да, которые захотели бы что-то такое организовать. То есть я к тому говорю, что вот этот как будто бы, вот эта принадлежность наша, да, что-то за нами типа стоит, там, какое-то, оно как будто бы одновременно дает какой-то авторитет, да, и с другой стороны, ну, для меня это просто вещи очень сильно связаны, что невозможно просто не быть, не принадлежать куда-то и предоставить какой-то вес, да, это, ну, как бы, мне кажется, что это очень интересная тактика, и в основном она создается как раз-таки СМИ, вот, то есть они пытаются загнать всех людей в одну какую-то, ну, какую-то категорию, потому что людям привычнее мыслить просто. И тогда, конечно же, в этих, внутри этих категорий никто не разбирается, что есть просто разные люди, с разными подходами, с разными методами, с разным пониманием вообще, что они вкладывают в это понятие идентичности, когда они говорят, я, там, ЛВТ-активист или активистка, вообще, и, ну, вот, мне кажется, что эта проблема, ну, просто, как бы, она самая, для меня, она, прям, такая животрепещущая, я не знаю, как просто, вот, такой поток сознания. Крутой. У меня тоже есть такое, не знаю, как это, в какой тегуре отмести, мнение, отношение, и, навряд ли это будут вопросы, но это такое, то, о чем сейчас говорилось, да, есть проблема, я тоже ее замечаю, так называемая, ну, вроде бы, это называется понятием брокера культуры, да, когда какой-то человек берет на себя ответственность выступать под именем какой-то группы людей, да, со знаменем, там, либо от всех мусульман, либо от всех мусульмарейстов, либо от всех белых мужчин, ну, кого-то, да, типа, позиционирует себя, как мы все так считаем. И, к сожалению, с ними, если мне, ну, не внимательно к этому относятся, они растираживают это мнение не выдает руку, как действительно, мнение какой-то группы. И это большая проблема, да, и здесь уже тут огромное относится на СМИ, чтобы предоставлять этот мнение конкретного человека, который может быть там, выгодясь, действительно, какой-то отдельной, там, партии, не знаю, или тусовки, или чего-то, но это мнение всего лишь какой-то группы, и в частности человек, это есть все. Которое не стоит выдавать это мнение всех, да, которые можно либо демонфицировать, либо наоборот, как и себя. И, мне кажется, вторая вещь, которая, я не знаю, сложная для меня, но мне иногда кажется, что существует какая-то ладушка, да, ладушка в виде требований, какой-то условной группы, по принципу, да, солидаризация этой проблемой. То есть, например, если перед группой женщин и мужчинка волок, в частности, просто я, как раз, кейсы, в начале мусульманной группы, да, немного читал, и когда всех, всех так называемых мусульманных групп, один подъединяет форму другу, и если какой-то вызов перед ним не встает, то одним из всех ожидает какая-то солидарная реакция. Но проблема всегда заключается в том, что на сегодня эпоху сумасшедшей социальной и культурной ферментации, например, с этим фильмом, который в Европе жил, существует сумасшедшее распределение по идентичностям, по принадлежности, политической культуре, по отношению к религии, к самой, да, то есть, насколько они религиозные, либо они уже отошли от этого и используют как политический маркер, и они могут выходить из очень близких стран, или с собой в проживании, но даже если будут ребята из, я не знаю, Магриб, да, из страны Марокко, и на каких-то роде городов, родители страны Египет, и отдалённые, да, они будут за собой, ну, как бы, не учитываясь при этом огромнейшая нагрузка конфликтов национальных или других, которые уже существуют в Эдиме, да, и то есть вот эта нагруженность идентичности, которую люди себе выбирают, ну, сейчас огромный запрос, да, у людей на принадлежность к чему-либо, либо какой-то большой супер идентичности, либо маленький идентичности, они все нагружены каким-то вот, какой-то моделью поведения, да, то есть если я идентифицирую себя как А, то я должен вести себя как А, и значит, я должен не любить Б, и вообще не доведить С, вот, тоже просто знание ушёл, очень ненаграмленный, вот, и мне кажется, у меня есть почему-то ощущение, что предыдущие кейсы, которые мы знаем из книг, из записаний, да, из закупок, они описывают опыт людей, когда не было такой секундализации, да, такой фрагментации сумасшедшей, и такого огромного запроса на эти идентичности, на эти мегальности, да, которые тоже тиражируют в себя, ну, в рынку, если почему угодно, которые, ну, тоже провоцируют данные идентичности, и, к сожалению, те инструменты, которые раньше могли работать, сегодня, вот тоже, ну, как во многих сферах, они тоже не работают, и мы стоим перед лицом вот этого вызова, поиска новых, ну, ответов, новых решений, которые уже должны отличаться от предыдущих, и апеллировать к тем примерам, как бы можно, но, как бы это опасно, ну, в смысле, это малоэффективно, может быть, потому что мир очень изменился, и если пытаться конструировать какую-то надидентичность, да, то тут тоже опасность может возникнуть, какая именно эта надидентичность, и если эта надидентичность тоже будет касаться, типа, в принципе, человека, ну, то есть, все мы люди, и поэтому мы должны солидаризироваться, да, это тоже, ну, мне кажется, прям, ну, не то, что очевидно, но автоматически возникнет какое-то другое движение, да, там, трансумбанисты, например, да, будут поссорить себя, и мы действительно, например, в ближайшем будущем получим людей, которые будут обладать признаками, то есть, они будут сомодифицированы там, да, и произведены не совсем биологическим путем, и тоже будет огромный вызов перед нами, как нам относиться к этим людям, потому что они заведомо обладают преимуществом в виде, там, каких-то способностей к чему-либо, либо они будут решены неязвимостей на уровне, ну, биологии, да, какими-то болезнями, которые у нас есть, и, ну, короче, да, это огромная куча вопросов, огромная куча вопросов. Уже, а те, кто только за права животных, будут с этой системой... Экофашизм, ну, это иктофашизм, да, с этим вызовом, которые сейчас существуют, да, они будут, да. Извините, если я как-то сейчас просеиваю, вот, это вещи, которые мне почему-то хотел сейчас поговорить, да, и вот вещи в виде аутрасизма, да, которые несколько раз назывались, оно тоже, мне кажется, очень опасно, с которыми тоже надо реферсировать. Ну, это, мне кажется, что я нравилась в похожей вещи, говорю, в интеркопедистер-репетизации сообществ, и как раз роль СМИ в этом очень большая. Я до этого поговорила, потому что, мне кажется, роль НГО очень большая в том, чтобы все-таки прострелять еще другие акценты, и мы, к сожалению, иногда находим с теми, с кем мы можем сотрудничать, даже с теми же СМИ, а иногда там не очень находим, иногда там у меня с последних историй негативных, есть история, когда там немножко намекали всяким безорганам про то, что это, например, нехорошо, например, брать слово, нелегальные элеганты, потому что не бывает нелегальных людей, там, и лучше так не говорить, и в какой-то момент они перестали так писать, зато СМИ, которые переплачивают их сообщения, что кого-то социальный уровень еще где-то, сами стали добавлять свои сочетания, носить даже их заголовок, очень достаточно крупные СМИ, и когда мы получим обращение, мы видим, что обращения не то, что они реагируются, они даже продолжают это делать, несмотря на нормальную аргументацию с нашим, то есть иногда даже непонятно, с кем мы воюем, и может быть, как бы, про то, что нам приходится быть даже каким-то балансом, теми, кто должен держать вот эту рамку, и хочется, чтобы нам, наверное, доверяли иногда больше, чем даже с ним. Точнее, не знаю, много времени на себя берем, но, вот, хватит. То есть функцию пса, которую раньше бы не исполняло государство, да, чтобы соединить с людьми, отношения с салоном не понимают. Ну, это опять же так, потому что уже хочется, чтобы сообщества сами со салоном не лидировались, а, опять же, но часто представляют на нас это, то, чтобы было просто такую ответственность на нас, то есть, либо другие, я всегда вспоминаю, что в ситуациях сообщества, например, золозащитные вебиазарусы, то есть, это очень уникальное выполнение, ну, как бы, такой продукт с инвестрацией, с одной стороны, потому что это достаточно обычные люди, которые просто жалко вам котику, собачку, и на какой-то момент начинают объединяться, что-то делать. С другой стороны, они не предчувствуют себя частью бежеварского общества, они очень птичные часто, то есть, понимая, другие какие-то НБОшки, и там даже к некому ставят достаточно агрессивно, то есть, если ты понимаешь правильное человека, то ты нам точно не помню, то ее вообще едет, со свидания, да, там. Ага. Ну, и в такой сфере, да, это достаточно интересный, может быть, это наша особенность в наших пространствах, что это развивается не по общим каким-то законам, а по отдельным, ну, и плюс, я еще видела такие сцены, когда какое-то сообщество сталкивается с вызовом проблемы, попробует самосавдоризоваться, а еще приходят какие-то люди со стороны других сообществ, и хотят чем-то помочь, они говорят, нет, нет, с вами, ну, типа, от вас мы не готовы принимать помощь, да, мы готовы, такое, свое сообщество, от вас не готовы, да, бывает, просто не закрытое сообщество, то есть, ну, вот, так, какие-то вызовы, и плюс про стерилизацию, мне кажется, что тут, про то, что опять же, я говорю, мне кажется, что очень большое влияние, к сожалению, в отношении определенных групп влияет на себя государство, то есть, на самом деле, в комиссии службы, чайки, они там, сами специальных сотрудников, которые занимаются только тем, что сталкивают всех убами, мне кажется, что достаточно острое ЛПТ-сообщество, достаточно очевидно, так, в аналитических сообществах, ну, и во многих других людей, то, что есть какие-то группы, которым определенное большое внимание, наверное, которые сами должны быть готовы к каким-то таким вызовам, с вне в том числе. Мне вот эти люди, конечно, с какими-то полными, но я не знаю, в этом плане, что, ну, это все так, но мне важно, например, что построение идентичности от противного к кому-то, это не единственный вариант построения идентичности, ну, какой-то, типа, строить свою идентичность можно не только на основании, что я против тебя, топить за свои права, можно только на основании того, что я хочу отобрать у других, ну, например, там, один из наших последних кейсов, который мы сегодня, мы в подготовке к этому тоже обсуждали, это, когда в прошлом году мы начали исследование, посвященное скриминации трансгендерных людей в общественных пространствах, в частности, в общественных туалетах, у нас по постаме было, ну, и там, под текстами было очень много, ну, там, комментариев от, короче, это были дискуссии, которые там, топили за то, что есть более важные и менее важные дискриминации, дискриминация дискендерных женщин более важна, чем дискриминация трансгендерных людей, соответственно, безопасность дискендерных женщин более важна, чем безопасность трансгендерных людей, и, ну, это странно, потому что, там, ну, типа, выбирать между ними, ну, кого убьют сегодня, тебя или меня, ну, блин, можно сегодня никого не убьют. Но как будто бы мы все время должны, потому что как будто бы наша политическая повестка, она должна выбирать кого-то, ну, типа, кто сегодня там, да, мои поезды в ад вам, кто сегодня противник наш. Ну, я понимаю, что так звучит немного утопично, но, там, это не единственный способ устроить себя. И, ну, также мне бы очень хотелось надеяться, что, ну, наши СМИ, это тоже очень разрозненная, там, ну, как бы группа людей, мне хочется надеяться, что они будут помнить о том, что это не единственное, вот то, о чем ты говорила, вот эта стратегия, это не единственная стратегия журналистики, это не единственный способ писать о вещах и задавать вопрос о том, ну, вот этот вопрос, типа, скажи от лица всего ЛКВД сообщества за что-нибудь, ну, это странный вопрос. И я верю, что не все журналисты его задают. Я помню, что когда у нас было мероприятие, посвященное языку вражды, к нам приезжала такая классная журналистка и группа-активистка из России, Елена Костюченко, и она долго говорила о том, что у нас очень много стереотипов группы сообщества относительно журналистов. Мы тоже объединяем группы и говорим, как они задают странные вопросы, приходят со странными диэкстами, и надо, короче, солидаризироваться дружить, потому что, как Вика говорила, ну, выхлоп может быть важнее для человека, который сидит где-то там, ну, не знаю, в маленьком городе, вообще абсолютно закрыто, и ждет, когда хоть вообще слово, не знаю, это или какой-нибудь даже ужасный аналог этого слова, ну, там, где-то проплывет в сознание, чтобы он понял, что он не один на планете, и ему вот эта статья, которая выйдет, пусть там с ужасными текстами, пусть там с ужасным вопросом, она будет все равно там в поддержке. И вот она это говорила долго, там, про то, что надо солидаризироваться, а потом мы начали представлять результаты своего мониторинга, и она такая, ну, у нас, конечно, нет. Ну, короче, я думаю, что это тоже про, ну, на самом деле про выбор. Ну, то есть мы можем делать выбор, в пользу не делать ни хера, положить вот это все дело в год, не за никому инвестироваться, не вникать в эту проблему, и там, ну, никого не поддерживать за свою руку, не поддерживать за других тоже, и вообще пусть оно все горе огнем, вот у меня, в принципе, нормально, в пользу там уедет и хорошо, но можем сделать с другой. И я не знаю, что на самом деле требует больше сил, вот если по правде, делать вид, что все нормально вот так, или сделать выбор в пользу того, чтобы посмотреть на другого человека, ну, как на человека. Я не знаю, ну, типа, ну, как-то я так живу свою жизнь, мне кажется, что, наверное, сложнее, ну, там, прятать в глаза и говорить, там, не солидарен, я сваливаюсь я там. Ну, может и нет. Ну, я просто хочу тех, кто выбирает путь в ряду меня, чтобы они хотя бы не гнали на тех, кто выбирает другой путь. Ну, вот мне просто хочется как-то, чтобы они забили, это ничего не решает, ну, типа, это не помогает. Завтра нас забьют всех вместе на улице на этой. Если сегодня и забьют меня, у тебя завтра никаких гарантий, ноль просто. Ну, я не знаю, как это, ну, как бы... Жили бы не видно. Нет, не видно. По своей, я хотел бы ответить на то, как я с другим вопросами. Ну, я был, когда как-то уже в прошлом, да, там, членом Георгии Беларуси, в 2014 году. И я знаю с тех людей, которые были активны. Они что-то сделали для того, чтобы изменить. Но после того, как там система, условно говоря, сломала эту всю машину, которая называется Георгии Беларусь. Многие из них, они сейчас занимают уже эту позицию. Либо делают вид, что, типа, ничего нет, и я сижу дома, и мне все хорошо. Другая семья. Либо они очень есть. Это же результат, мне кажется, травмы. Ты же говоришь, что люди, которые стали дискриминациями, мне кажется, что это те, кому в первую очередь должна дополниться психологическая поддержка, и которая очень пытается, мне кажется. Ну, один стоит, да. Просто меня удивляет, что люди были активны, и они что-то не есть, но... Настолько руки в них опускаются, что они не начинают. Во-первых, это не просто, вы представляете, все замечательно, в которых они начинают очень сильно негативно говорить об активизме в принципе. И о негативной системе, которая пытается. А почему-то активность, которая пытается, что-то изменить. Такого достигнулись, наверное. Напоминают о том, что в своей присутствии. Ну, вот у Фрома, это такой социолог, тоже есть, если что, это социалист. У него есть такие работы, посвященные тому, как мужчин, в больших группах, в массовом сознании, у нас укладываются вопросы власти. И его теория рассказывает, что солидаризируясь с этой властной стороной, я как бы могу пережить, почувствовать власть сам. Ну, пока я вместе со всеми, там, тырю такого же, как я, то я чувствую, что я огромная машина, которая может всё. Ну, это ловушка создания. Я не знаю, почему так происходит, но когда я натыкаюсь в анкете какой-нибудь экологической организации, я вообще часто всякие анкеты выполняю. Варианты выбора, кроме как МЖ в вопросе про пол или гендер, я почему-то радуюсь гораздо больше, чем когда слышу или читаю от ЛГБТ-активиста российские всякие мысли. Не знаю, почему так происходит. Наверное, когда приходят оттуда, откуда не ждёшь, эта неожиданность, эффект расползает, разрастает. У тебя есть такое? Я расстраиваюсь, когда читаю российские. У нас там уже проще. Хотя, когда это было форма, это важнее. А если это не может быть анкетой, то у нас гумороза группа, когда ты как-то описываешь другие варианты. Да, но если это какая-нибудь там организация, которая с темой, там, дискриминации женщин работает, и у них там есть этот, у них нет этого выбора, есть там МЖ, не знаю, какое-нибудь посольство ещё, например. Ну, окей, это абсолютно привычная ситуация, я уже не расставлюсь, потому что их очень много. Окей, проехали дальше. Но когда ты приходишь на сайт к людям, которые как бы с твоей темой не работают, но при этом ты понимаешь, что они шарят, это пиздец как приятно. Ну, это был бы осмысленный тогда уже. Мы будем плавно завершать. Большое спасибо всем, кто были сегодня с нами, всем, кто нас смотрел. Спасибо пространству столовка XYZ за то, что нас сегодня приютили. Насте и Милане за то, что смогли покопаться сами и покопать нас тоже во всяких сложных темах. Спасибо большое, Вике, за то, что всех нас относились. Спасибо, Вике, и до новых пресечений, пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok